Друзья мои дорогие, добрый день! С вами Катя. Я вас, как всегда, приветствую из нашего города, из Кинчану Терми, из Тосканы. Для тех, кто первый раз попал на мои первый, второй, третий каналы, я хочу представиться. Я являюсь официальным экскурсоводом Рима и Ватикана. Я являюсь журналистом. Ну и, как всегда, под сюжетом в описании я оставлю ссылки на все мои три канала на данной платформе. И там же будет ссылка на мой телеграм-канал. Спасибо большое, что подписываетесь. Ну вот сегодня я хотела бы посвятить свой сюжет вот такой теме, как предательство. И что является для меня предательством, а что является, скажем так, альтернативной точки зрения. Поэтому эти вопросы мы сейчас с вами будем разбирать. Ну, вообще, скажем, что в такой стрессовой ситуации мы с вами находимся не первый год. Это все началось практически четыре года тому назад, когда вот прилетело вот это «э-э-э-э». И, в общем-то, многие люди дееспособные, образованные не очень-то во все в это поверили. Потом был следующий этап – это вот это самое прогибание. Ну и вот сейчас мы имеем последние события, которые разворачиваются на востоке Европы. Вы знаете, удивительная вещь, на что я обратила внимание, что три года тому назад определенная группа так называемых специалистов или журналистов, которые очень сильно пробивали вот это вот все и вот это «э-э-э-э», что этого надо невероятно бояться, вот это вот невероятно, это здорово, полезно, что никакой диеты, обязательно надо всех вот этих ложечек обезться. Вот. Я была почему-то уверена с самого начала, что если у нас будет еще какой-то этап, определенный этап, вот опять же этот этап, он подтвердился, то, что происходит на востоке Европы, они будут прогибать определенную линию. То есть вот эта линия, она не будет пророссийской. И, в общем-то, так оно и получилось. То есть на 99% вот эти все примеры, которые я вам сегодня приведу, они вот соответствуют такой последовательности шагов. Значит, я хочу просто напомнить, что как раз вот три года тому назад, когда только цена вопроса была «а-ха-ха», мне позвонили с радио «Радио Свобода», уже у меня был достаточно такой крупный канал, тогда у меня был один-единственный, позвонили мне из Праги и попросили через скайп, я помню, что это был вечер, позвонил молодой человек, он попросил записать меня интервью. Но он сразу сказал, что это не будет прямой эфир, что это будет запись. В общем-то, я тогда была еще в этом отношении, в отношении пропаганды определенной не очень-то опытным человеком. Времена были более спокойные, поэтому я согласилась на эту запись. И, в общем-то, те аргументы, которые я приводила, на мой взгляд, они были достаточно вескими. Потом он мне скинул ссылку на уже готовый эфир, готовое интервью, извините, не эфир, потому что в эфире там были все, кроме меня. Я была как раз в записи. И вот там, в общем, формат был такой. Был этот самый ведущий, было еще несколько человек. Там некто, я никак не могла сегодня утром вспомнить, Александра Архипова. Я сначала почему-то подумала, что это парень, потом оказалось, что это не парень, что это, ну, тетка такая. Извините, если я перешла границы правил деликатности. Она проводила какой-то психологический анализ моей точки зрения, почему я вот такая неправильная, почему я таким вот образом рассуждаю, почему я не верю вот в это. И потом, соответственно, это уже была последовательная шагов, когда у меня появился такой терминный элемент, как покемоны. То есть тех, которые объялись ложечек за маму, за папу, за дедушки с определенного момента, я начала называть покемонами. Вы помните, по какой причине? Потому что, когда вы брали мобильные телефоны, еще старого образца, вот у меня был старенький Самсунг, в общем, мы так играли тогда, покемон Гоу. И, в общем-то, вот она ко мне, то ли ее забросили ко мне, подсадили, не знаю, на меня. Я не могла отвязаться никаким образом, потому что она меня прямо вот троллила, она меня посла, она, он, вот, этот парень, то есть эта женщина на протяжении, по-моему, двух лет, не так давно она от меня отвязалась. В общем, была она, потом там еще был такой Мальгин, который проживает у нас здесь в Тоскане, и еще там кто-то, не помню откуда. В общем-то, вот они разбирали мои слова, почему я вот в это во все не верю, потому что, ну, вот, это абсурд, то, что я рассказываю, это абсурд. Сейчас, как показывает жизнь, по-моему, они уже, эти аргументы, то есть свои слова, они уже, по-моему, больше не вспоминают. Вот, ну, а тогда это надо было вбить в какой-то определенный абсурд. Я помню, что я очень сильно разозлилась по этому поводу. Думаю, ну, как это так? Значит, почему так получилось? Я задала вопрос вот этому ведущему, что меня в записи, причем сделали нарезку кадров, все вот эти необходимые аргументы были выброшены, а остались какие-то связки, которые были, в общем-то, не такие значимые, не такие интересные. Ну, вот так вот решила редакция, потому что эфир, там ограниченное количество минут. Ну, в общем, такая была отговорка. Говорю, ну, почему вы не взяли самое интересное, почему вы взяли, в общем-то, косвенные какие-то аргументы, а не взяли основные. Никакого от этого не последовало. И вот тут меня опять же стало вот тогда вот на эту мысль, я пришла к такой мысли, что это все постановочное, друзья, потому что такие моменты, они позволяют думать именно таким вот образом. Вот. И вот сейчас, смотрите, когда вот стали разворачиваться все события на востоке Европы, естественно, они, вот это даже не удивительно, тут гадалки ходить не надо было, они взяли такую сторону непатриотичную, совсем непатриотичную. Ну, и мне вот мои многие подписчики задали вот этот вопрос, знаю ли я кого-то из них лично, видела ли я кого-то из них когда-то лично и так далее, какое впечатление на меня производят. Нет, друзья, не видела. По-моему, я несколько лет тому назад видела Невзорова, и то я не могу ошибаться, но мне кажется, что да. Смотрите, здесь несколько моментов существует. Вот если мы с вами будем говорить о журналистах или там о всяких активистах. То есть если вы посмотрите на этих людей, то в принципе можно сказать, что эти люди, они, это как вот мой папа говорил, много амбиций и мало амуниции. То есть в каком-то плане они неудачники. Потому что если мы с вами вспомним Невзорова, то много лет тому назад он вел на государственном телевидении такая была передача, то ли 60 секунд, то ли 600 секунд. Я уже точно не помню. Я могу на десяток ошибаться, конечно. У него была невероятная популярность тогда. То есть вот он прямо взлетел вот как раз на пике перестройки. И потом он там устроил, это было сфабриковано, там покушение якобы на него, потому что он такой человек, в принципе, с интрижкой. А на самом деле, если вы внимательно на него посмотрите и будете разбираться в его психотипе, это самый настоящий нарцисс. Это видно по всему и по манере разговора. То есть это, знаете, как называют такие люди с пограничными, пограничное состояние психики. Потому что нарциссизм или психопатия, это не считается патологией, это считается, скажем так, отклонением. Но это такой чистый нарциссизм, а может быть, это даже и психопатия. Но это видно по всему. И вот эти люди, они никаким образом не воспринимают критику. То есть более того, если с ними не согласны, если в определенном этапе ими обрезгуют, их не ценят, то в принципе они могут в определенный момент стать даже такими достаточно, достаточно мстительными. То есть они не прощают таких вещей. Вот. И вот это все, конечно, то есть тут не стоит никаким образом, нет, не цена вопроса, он ходит вокруг меня, вот этот вот, не цена вопроса, правильные вещи он говорит или неправильные вещи говорит. Самое главное для него, что его просто-напросто не оценили, что он не смог сделать вот такой вот карьер, видимо, как планировал. Поэтому если я вам не нужен, тогда, соответственно, я заинтересую собой кого-то другого. Поэтому это обиженность. Они не прощают таких вещей, этого пренебрежения. И поэтому, в общем-то, таким образом они просто мстят. Я считаю, что это его личная, персональная месть. Здесь абсолютно нет ничего другого. Потом, насколько я вот слышала и слышала я от многих людей компетентных, что для них, для всех, был очень сильный удар, когда отключили свифты. Они, кстати, очень часто себя еще, их эмиграцию сравнивали с эмиграцией эпохи революции, когда из России революционной сбежали очень многие дворяне, потому что там национализировали недвижимость и прочее, прочее. Но они себя с ними сравнивают. И только здесь происходит абсолютно наоборот, что вот та недвижимость, которая была ими приобретена, вот этими самыми, так называемыми, альтернативщиками, оппозиционными, там, журналистами и прочими, она была как раз куплена на деньги не европейские и не на деньги старшего брата, а именно на те капиталы, которые они зарабатывали, пока они находились еще у себя в своей стране, то есть Родина, то есть Россия. Это было заработано все там абсолютно на сто процентов, не здесь никаким образом. Но тут есть, была такая деталь, то есть когда отключили свифты, для многих из них это был удар ниже пояса. Почему? Потому что как бы проживали они здесь, имея вот эту недвижимость, купленную здесь, а в общем-то деньги приходили, опять же, из России, потому что очень многие просто-напросто там сдавали свои квартиры и в центре Москвы, и в центре Санкт-Петербурга, и посредством вот этих вот счетов денежки сюда приходили, поэтому можно было в принципе ничего не делать, заниматься целыми днями лабудой, спать до 12 часов, там к обеду просыпаться, вот, что-то там писать в интернете, вот, и при всем при этом регулярно, хотя бы раз в месяц получать несколько тысяч евро за ту недвижимость, которую они сдавали. У некоторых было даже по несколько квартир, и когда отключили свифты, для них это вообще был очень сильный удар, как теперь жить, на что теперь жить и так далее. И, в общем-то, во всем этом они обвиняли тогда Россию. Но хотелось задать, конечно, такой вопрос, простите, пожалуйста, а свифты, они чьи, где они находятся, кто отвечает за них? Но это было как-то забыто, и в первую очередь, главное, чтобы кого-то в чем-то обвинить. Вот, вот, я считаю таким образом, что тут цена вопроса, это либо недооцененность, что не сделали ту карьеру, которую они планировали сделать дома у себя, поэтому, естественно, они решили таким образом, чтобы себя реализовать, сунуться в другую колонну, перекинуться в другую колонну, вот, либо, это другой вопрос, какие-то травмы, какие-то травмы, потому что, если говорить, допустим, о том же Мальгине, во-первых, он вообще не по бабам, вот, и какие-то там особенности у него, видимо, были, экзистенциальные особенности, я не хочу заниматься там перечислением всего этого, потому что, если вы хотите, вы сможете это все прочитать в интернете, там была опубликована какая-то его, его дневники и прочее, в общем, я считаю, что это ниже моего достоинства, это все вспоминать, перечислять, но это, видимо, какая-то вот такая вот обида, все идет оттуда, все идет исключительно оттуда, и вот самое интересное, что они никогда не дают высказаться, то есть, смотрите, вот эти дебаты, которые они устраивают там в формате, допустим, Ларина или Мальгин, это же, в общем-то, люди, которые дудят в одно дуду, это неинтересно слушать, это не формат профессиональной журналистики, потому что журналистика, это все-таки дебаты, когда присутствует несколько людей, которые, каждый имеет право высказать свое мнение, никто ни на кого не нападает по принципу, что вот мое, оно правильно, а твое, это неправильно, потому что тогда никогда не будет диалога, а там идет формат такой, в общем-то, формат, наверное, в общем-то, любого зомбоящика, что задать вопрос, потом через несколько секунд заткнуть рот, и потом накинуться всей сворой, если в студии, допустим, сидит несколько человек, причем вот эти вот их, скажем так, беседы, беседы, я обратила внимание, что они, в общем-то, это не диалог, это монолог, и если это говорит один, то это, вот знаете, как называется, словесный понос, словесный понос, или рвота, вот, и никаким образом это не перебить, никаким образом это не аргументируется, и происходит в очень-очень такой агрессивной форме, ну и, как правило, так себя ведут люди, которые чувствуют, что они неправы, потому что, если человек, он считает, что он прав, опять же, хочу сказать, что он может иметь свою точку зрения, любую, и в моем окружении, например, есть люди, которые не думают так, как думаю я, думают совершенно по-другому, я имею в виду вот то, что мнение о том, что происходит на востоке Европы, но они так думают не потому что им платят, не потому что они нарциссы, не потому что у них какие-то комплексы неполноценности нет, или там психопатия, нет, просто они думают по-другому, но это их независимое мнение, и я считаю в таком случае, что это не предательство, у каждого человека имеется свой собственный жизненный опыт, если он считает по-другому, если у него другая точка зрения, мы же разные люди, абсолютно, если это искренне, то это не предательство, а если это идет в формате каких-то прошлых обид, вот меня не оценили, мне не дали развернуться, мне не дали программу, поэтому я был вынужден сменить страну, я был вынужден там сменить редакцию, и так далее, и таким вот образом иначе уже зарабатывать деньги, потому что я хочу быть в топе, я хочу, чтобы меня приглашали, я хочу, чтобы меня помнили, что я не могу пережить забвение, это тяжело, конечно же, пережить забвение, это не каждый человек может, и неудачи переживать, поэтому это совершенно другой формат, поэтому это, конечно, предательство, поэтому, когда я смотрю, вот сейчас наши дни, очень на многих актеров, которые это делают, которые поступают таким образом, они же не политики, актеры, политика, это как наука, она более сложная, чем математика, поэтому они многих вещей не знают, но, видимо, действительно, вот так вот удобно, потому что пообещали какие-то концерты, пообещали какие-то спектакли, но я опять хочу сказать, что, понимаете, предатели ими пользуются, но их нигде не любят, и вот эти вот инфраструктуры, которые нанимают этих людей, приглашают этих людей, они прекрасно понимают, там работают очень хорошие психологи, профессиональные психологи, которые, смотря вот на того же самого Невзорова, как он одет, как он себя преподносит и так далее, они прекрасно понимают, что это нарцисс, нарцисс-психопат, то есть человек вот с такими определенными особенностями, и, в общем-то, как надавить там на его клавиатуру, проблем никаких нет абсолютно, поэтому я его видела как-то в формате итальянских телевизионных каналов, его там представили как журналисту номер один, он был очень доволен, это было просто на лице написано, ну вот не нужен нож, ему немножко подпоешь, и делай с ним что хочешь. Они находят подход к таким людям, но, опять же, хочу сказать, что это только на определенный этап, потом проходит какое-то время, они находят другие кадры и прочее, поэтому мне все-таки думается, что, если цена вопроса – это нарцисс, нарциссы и психопаты, они все абьюзеры, с психологической точки зрения, они все это воспринимают по-другому, не так, как нормальные люди, потому что, если бы мы все воспринимали одинаково, наверное, не нужна была бы такая наука, как психология. Они воспринимают это все по-другому, абсолютно с такими людьми, абсолютно невозможно построить нормальные отношения, отношения с ними получаются исключительно только токсичные, вот, они не воспринимают никакой критики, хотя критика – это не оскорбление, критика – это диалог, и благодаря критике, и благодаря вот таким диалогам и формируются нормальные отношения и в быту, и на работе, и так далее. С ними, с нарциссами, с ними очень тяжело, потому что существует только одно мнение, плюс еще вот это вот идет у них этот газлайтинг, проецирование, что это ты такая, а не я такой, с тобой невозможно разговаривать, это у тебя только вот твое мнение, а другого не существует, это моментально происходит, этот самый газлайтинг, только стоит один раз хотя бы сделать замечание. Вот, поэтому, что касается него, я считаю, что это человек, который вот имеет такое пограничное состояние, говорю про Невзорова, на мой взгляд, поэтому это все ясно достаточно и понятно. Вот, в отношении всех остальных, которых я перечислила, вот смотрите, я действительно могу сказать вам искренне, вот кого-то из своих соотечественников, скажем так, публичных людей, которых бы я знала, которые проживали бы в Европе, и вот чье мнение, которое отличается от моего мнения, чтобы оно было для меня авторитетным, вот кто не согласен с моей точкой зрения, но так, чтобы это мнение было авторитетным. Я не могу вам назвать ни одного, я не передергиваю факты, это действительно так, я не знаю ни одного человека, не знаю ни одного, потому что мне кажется, что это все-таки все основано либо на каких-то личных травмах из прошлого, либо просто-напросто вот на этом самом интересе, что таким образом это удобно, что ты все время находишься, тебя кто-то крышует, старший брат тебя крышует, тебе какие-то постоянно там денежки приходят, и в принципе тебе не надо бороться, не надо бороться. Сама система, сам режим, он уж таким образом тебя поддерживает. А что касается совести, понимают ли эти люди, в конце концов, кто-то из них понимает, что они делают не очень хорошие поступки. Я думаю, что да. Я, например, более чем уверена, что вот, например, Алла Борисовна Пугачева, она это понимает прекрасно. Может быть, ее супруг, он понимает меньше на сей счет силу молодости, я не знаю. Хотя он не такой уже и молодой. Но на ее фоне, конечно, он мальчик. Но я думаю, что она понимает, и по этой причине, наверное, за последний год она очень сильно сдала. А сейчас уже назад возврата нет. Вот она понимает. А что касается всех остальных вышеперечисленных, я думаю, что я вряд ли. Потому что это совершенно другой формат людей, это совершенно другой формат мысли. И им так удобно. Они так вот считают, что так правильно. Потому что им это удобно, что им это выгодно. И с ними дискутировать абсолютно бесперспективно. Они не воспринимают. То есть какие бы аргументы не были бы убедительными, они начинают высмеивать или вырезают просто, если это идет формат записи. Поэтому я вижу вот таким образом. Я знаю очень многих людей, которые просто не хотят обсуждать эти вопросы. Из числа моих соотечественников в том числе. То есть искренне. Не потому что они хотят отсидеться. Нет, нет. Просто они не хотят это обсуждать. Потому что все эти вопросы кого-то очень сильно травмируют. Они просто хотят, скажем так, поберечь свою собственную нервную систему. Многие люди рассуждают по-другому, что мы правды на самом деле не знаем. Поэтому я не могу критиковать. Я не могу занять ни одну сторону, ни другую. Потому что я не знаю правды. Есть такая точка зрения. Но если она искренняя, то я ее воспринимаю с уважением. Поэтому я надеюсь, что я на эти вопросы вам, конечно же, ответила. Друзья, поэтому... Очень много неудачников оказалось здесь. Обиженных неудачников. Которые таким образом просто мстят. Мстят стране за то, что она их не оценила так, как они хотели бы. Я более чем уверена, что если бы тот самый Невзоров, он бы занимал бы место Соловьева сейчас на российском телевидении, то он вел бы себя совершенно по-другому. Абсолютно. То есть все было бы то же самое, только наоборот. Вот нисколько в этом я не сомневаюсь. И в отношении того же самого Мальгина я точно так же думаю, что если бы его оценили в свое время дома, то он тоже вел бы себя по-другому. Очень много неудачников здесь находится, которые просто сейчас пользуются вот этим моментом для того, чтобы сделать себе какое-то имя. Но это не искренне, на мой взгляд. Но если это для них искренне, почему они не хотят слышать другую точку зрения, почему они настолько агрессивно воспринимали еще в свое время информацию по поводу вот этого и вот этого всего. И вот так они гордились где-то там в соцсетях, когда, знаете, у них там флешмоб был. Я обожался ложечек сфотографировать и повесить. Вообще натурализм такой. Когда идете к дантисту, там вы будете, пока у вас там бормашинка, он работает, показывает рот. Нет, это как-то какая-то вещь, скажем, манипуляция такого плана, наверное, не для обнародования. Но они вот показывали. Я считаю, что вот это вот показывание, как они обжирались ложечек, это вот, скажем, такое вот холуйство перед теми, кто командует. Я в этом нисколько не сомневаюсь. Поэтому я еще не считаю, что надо каким-то образом вот обращать внимание, что-то там выдергивать из контента, из контекста, то, что они опубликовывают, то, что они говорят. Не каждый человек еще борец. Ставьте это тоже на карандаш. Потому что в такие времена находиться в постоянном стрессе и кому-то все время что-то доказывать, что я вот в это не верю, так, как вы мне предлагаете, вот этим я заниматься не буду. Сейчас следующий этап. У меня своя точка зрения на то, что происходит на Востоке Европы. И очень много аргументов, чисто исторических аргументов есть, но это как бы не приветствуется, это вырезается. Уже, скажем так, можно подумать, почему вырезают, почему не дают высказаться. Значит, чего-то бояться, если бы не боялись, соответственно, можно было бы не в записи это делать, верно, а кидать все сразу в прямой эфир. И вот эти вот диспоты. Ты говоришь 30 секунд, другой говорит 30 секунд, ты говоришь минуту, другая сторона говорит минуту. Все, и таким образом рождается правда. Но этого нет. Этого нет. Поэтому вот так. Я надеюсь, что я на ваши вот эти вот вопросы ответила. Ну, я хочу сказать, что здесь у нас, конечно, вот если говорить про ту же самую Италию, вот эта грызня, она пыталась, ее пытались организовать. То есть даже вот между нами, скажем так, россиянами, публичными людьми, именно, скажем, вот ту сторону натравить на нашу сторону. Это было, я вам свой собственный пример приводила. Но я просто хочу сказать, что я на это дело не ведусь. То есть когда я понимаю, что там нечистоплотная игра, вот как со мной было в случае вот с радио «Свобода». Все, то есть как бы я ставлю на этом крест, и я больше, скажем так, я говорю, больше я с вами никаких дел иметь не хочу. Но я это ставлю на карандаш, конечно. Что со мной поступили нечестно. А раз со мной поступили нечестно, соответственно, уже к мнению той стороны я должна как-то либо прислушиваться, либо игнорировать. То есть не воспринимать его как серьезную точку зрения. Вот и все. Вот и все. Поэтому я очень много нечестного в последнее время вижу. Вот за последние практически 4 года очень много лжи. А вот та точка зрения, которая предлагалась нашей ассоциацией магистрата Джорджиани, где были все специалисты независимые, вот вам примеры. Все то, что они говорили, то, что говорил профессор Монтанари, в частности, все это сейчас срабатывает, все это присутствует. То есть получается, что наша страна, она была более честной. Наша позиция, она была более честная. Вот так. Поэтому мы вообще сейчас поделились, на мой взгляд, на два таких вот лагеря, на две команды. Одна команда, это вот которые очень, скажем, осторожно относились и к ложечкам, вот к этим. И мы пытаемся понять, что же происходит на самом деле. И все-таки у нас с точки зрения, мы приходим к такому мнению, что наша точка зрения, она правильная. Что Россия ни в чем не виновата. Абсолютно. Что это просто заставили это сделать. И, кстати, это мнение большинства итальянцев, я вам хочу сказать. И другая сторона, где противоположное мнение, что вот это, что вот это вот обязательно, они сейчас обжираться, опять побегут, вот для того, чтобы угодить действующему вот этим вот пластелиновым колец. И у них другая точка зрения. И альтернатива они не воспринимают никакой. Поэтому, хотя я хочу сказать о себе, что моя точка зрения, вот на ага, она не совпадала, ведь три года тому назад с государственной точкой зрения, которая была в России. Помните? За это тоже топили. И за это за все топили. Но вот я все равно высказывалась. И поэтому я считаю, что я веду себя честно. Я то, что думаю, то и говорю. Со мной могут соглашаться, не соглашаться. Если человек не соглашается, искренне добро пожаловать. Если это передергивание фактов, то я такое мнение серьезно не воспринимаю. Да, непросто сейчас, непросто. И вообще так получается, что предателям им дали действительно зеленый свет. И вот этому учат, к большому сожалению. То есть как бы, что это нормально. Хотя я считаю, что склонность к предательству это тоже определенное отклонение. На фоне пережитых травм, каких-то экзистенций. Но это ненормальное состояние человека. Абсолютно. Потому что есть какие-то принципы, пусть их будет мало, но они должны быть железные. Что у тебя существует родина, у тебя существуют родители, у тебя существуют дети, близкие, друзья. где неприемлемо такое поведение. Просто неприемлемо. Абсолютно неприемлемо. Даже если с чем-то мы в семье, в нашей, мы не согласны, мы должны это обсуждать между собой, а не идти на какую-то сторону, даже не к своим друзьям, а к своим недругам бежать и выливать, вытаскивать все вот это грязное белье. Так не делается. Это ненормально абсолютно. Ненормально. Это невежливо. Это не соответствует даже, скажем так, правилам хорошего тона. Я надеюсь, что я на ваши вопросы ответила. Друзья, спасибо вам большое. Я вас очень люблю. И мы с вами увидимся в следующий раз. Субтитры сделал DimaTorzok